Оперативное совещание В минувший понедельник в правительстве Республики Башкортостан проходило в новом антураже, в новом помещении Наконец-то это мероприятие переехало в Центр управления Республикой Очень просторное помещение, правда конфигурация и рассадка участников, конечно, вызывают массу вопросов Все это стало окончательно похоже на какое-то театральное представление Потому что зал большой, стол президиума установлен таким образом, что уж очень уж похож на сцену Ну а соответственно сидящий за ним похож на актеров Вступительная часть Хабирова была огромной по продолжительности и содержанию Начал Ради Фаритович, конечно же, с Донбасса Теперь, наверное, мы никуда не денемся от этой темы Он очень похвалил врачей Башкортостана, которые трудились, как он выразился, в близких и родных республиках Которые несколько недель Молча свою тяжелую ношу выполняли Вот тут, конечно, я вскричал внутри себя, что, ну в конце концов, начните кто-нибудь писать ему тексты Ведь каждый раз, когда он говорит от души и от себя, получается такая дикая билиберда Что у нас возникают вопросы и к нему, и к его душе Нужно начинать писать тексты Хабирову, это точно, потому что сам он точно не умеет После того, как он повосхищался врачами Почему-то Ради Фаритович наградил собственного охранника Вадима Гореева И собственного сотрудника, который освещал пребывание Ради Фаритовича в ЛНР Ну, прямо скажем, решение весьма нелогическое Выдав ордена своим сотрудникам, Хабиров выдал дальше только грамоты врачам Врачам полагались, видимо, только грамоты, а охранникам ордена Ну, собственно, это очень даже традиционно по нашему времени Некоторым охранникам у нас выдают в пользование целые регионы Российской Федерации Ну, и в конце вот этого награждения Ради Фаритович уже горстями раздавал какие-то значки из ДНР и ЛНР Их знаки отличия, там вот это за благодеяние, еще за что-то Я не знаю, насколько законно то, что губернатор раздает как бы награды, как бы других государств Но, тем не менее, это случилось А вот потом случилось самое важное, что вообще происходило на оперативном совещании Хабиров сообщил о назначении Максима Васильевича Забелина Экс-министра здравоохранения Республики Башкортостан На должность руководителя администрации главы Республики Башкортостан С ноября месяца после ухода Сидякина на партийную работу Эта должность, в общем-то, занималась только в качестве исполняющего обязанности Господин Кельсинбаев, очевидным образом, не справлялся и не устраивал никого Но с ноября по вот уже март отсидел на этом месте Забелина внезапно согласовывает на должность главы администрации Ну, мы помним, что несколько кандидатур из числа своих приближенных Хабиров предлагал А эту кандидатуру все-таки согласовывает лично Кириенко в администрации президента И все эти кандидатуры были отклонены В конце концов, сошлись на Забелине Ну, назначение Забелина руководителем администрации Очень противоречивое, на самом деле, решение Я вчера уже прокомментировал его нескольким средствам массовой информации И, наверное, в определенном смысле повторюсь Оно несет как положительные аспекты, так и вызывает вопросы и некую тревогу С одной стороны, Максим Васильевич совершенно не Назаровский человек Что, собственно, и было целью и задачей Хабирова для сохранения некого баланса влияния и власти С другой стороны, Забелин и не до конца хабировский человек Он в большей степени из московской среды Из совершенно другого окружения и другого клана Ну и очевидно, конечно, что теперь клановая война внутри Башкортостана несколько поугаснет Я имею в виду противостояние между хабировскими и назаровскими Ну, по крайней мере, до момента формирования клана Забелинских Внушают надежду и осторожный оптимизм И тот факт, что Максим Васильевич В отличие от большинства приближенных и духовитых соратников Хабирова Человек образованный, неплохо воспитанный, очень выдержанный Ну, по крайней мере, из того, что мы видим Очень осторожный чиновник, который, собственно, и нужен на вот этом посту А те, которые предлагались хабировам, конечно, выглядели абсолютно диковато И не соответствовали этой должности Многие отмечают способность Забелина к выдержке, к паузе К так называемому умению сидеть в окопах И высовываться из них в нужный момент Ну, вот, по крайней мере, так характеризуют его те, кто так или иначе анализировали его личность А вот тревогу и недоумение вызывают, конечно, компетенции Забелина на поле региональной политики В его способности и знании того, как нужно взаимодействовать с политическими и общественными институтами Даже с теми, которые остались на нашем выжженном поле Это, конечно, для Забелина функция будет абсолютно в новинку Здесь из огня до в полымя Хотя, конечно, есть и представление о том, что даже будучи функционером и чиновником от медицины Забелин в определенном смысле принимал участие в неких политических процессах Ну, конечно, некоторые вещи ему будут в новинку Продолжая свое вступительное слово, Хабиров заявил, что уровень и рост промышленного производства Того самого любимого промышленного производства в республике Башкортостан Он позволит демпфировать негативные последствия санкций Уже не первый раз чиновники в Башкирии заявляют, что санкции нам нипочем и не страшны В определенный момент они договорились до того, что они никак, эти санкции, не повлияют на жизнь простых людей Я бы на их месте поостерегся вот таким образом формулировать перспективы Потому что на самом деле, конечно, никто, в том числе и Хабиров, точно не знают, каковы будут последствия санкций И что мы на себя ощутим, а что нет Поведал Хабиров нам и о незабываемом Я говорю о том, как он встретился с Ксенией Сергеевной Шойгу Прямо так вот он и сказал Встретившись с ней, Хабиров теперь точно знает, что парк Патриот и триатлонная трасса Кровь из носу должны быть построены к 1 июня И начать работать Иначе его заставят бегать эти какие-то титанические дистанции На это дело брошены лучшие силы и лучшие люди Я говорю об Азате Барданове и Раифе Абдрахимове Оба эти титана башкирской политики и экономики Теперь будут ответственны за достраивание парка Патриот Иначе побегут впереди Хабирова по этим дистанциям В общем, конечно, страшненько все это звучало Далее Хабиров заговорил о тех объектах и проектах Которые еще вчера оказались реалистичными И теперь, конечно же, в связи с последними событиями В связи с тем, что натворил Владимир Владимирович на Украине Конечно, эти проекты не состоятся Я говорю об утопическом, теперь уже довоенном проекте Евразийской библиотеки Всем показали вот эти красивые, юртообразные Белого мрамора проекты Которые стоят где-то там на берегу реки И прочее, прочее Конечно же, на все это денег уже теперь нет и не будет Любопытно, что одним из амбассадоров Вот этой несбыточной библиотеки Хабиров назначил Шамиля Валеева Но это окончательный уже гвоздь в крышку гроба Мы прекрасно знаем, что везде, куда назначают Шамиля Валеева Это гарантированный провал и неудача Накануне в федеральных средствах массовой информации Прошла информация, сообщение от Минздрава Российской Федерации О том, что министр здравоохранения Российской Федерации Господин Мурашко заявляет о прохождении пика пандемии COVID-19 Российской Федерации Не знаю, насколько там министерская вертикаль согласовывается между собой Но первым вопросом оперативки в Белом доме Республики Башкортостан Был вопрос о пандемии COVID-19 И доклад сделал уже новый исполняющий министра здравоохранения Республики Азад Салаватович Рахматуллин Собственно, Азад Салаватович ничего нового почти не сообщил Он сообщил, что суммарное количество заболевших 274,5 тысячи человек Суточный прирост составляет 553 человека, и это немало За минувшие сутки умерло 4 человека, и это тоже немало Всего осталось ковидных коек 970 Свободно из них 40% В Сибае запущен ковидный госпиталь И приступил уже к своей работе Но впервые, надо отметить, было сообщено о суммарной смертности За весь вот этот период, за все два года пандемии Ковид-19 Умерло в Башкирии, по мнению Минздрава, 5 514 человек Ну, мы все прекрасно помним о тех дискуссиях и дебатах О достоверности вообще статистических цифр заболеваемости, смертности От ковид-19 в Башкирии Так что, ну, воспринимая эти цифры, надо, конечно, делать поправку на ветер Выслушав доклад о пандемии в полуха, Хабиров заявил, что теперь, дословно цитирую Очень важно отслеживать основные тренды Ну, как будто раньше это было неважно И потому теперь регулярно будет докладывать Елена Прочаковская Ну, что тут скажешь Будут вам тренды, Ради Фаридович? Причем тренды эти будут из головы Те, какие надо, те, какие выгодны И те, которые вот сейчас, как говорится, на повестке дня и оплачены Но, тем не менее, так или иначе, Елена Прочаковская сделала доклад об основных трендах Заявила она следующее Что в сравнении с январем-мартом 2021 года В январе-марте 2022 года Количество обращений граждан через те или иные каналы К органам власти выросло в три раза В три раза это вам не на 30%, это много Больше всего, по версии госпожи Прочаковской Жители республики Башкортостан волнуют дороги Ну, позвольте, вот буквально на предыдущем совещании было заявлено обратное Ну, никакой у них согласованности между собой нет Вот как раз на предыдущем совещании Госпожа Прочаковская заявляла, что не фонят дороги, как она выражается Ну, в общем, теперь все поменялось Экономика и здравоохранение на втором и третьем месте По части интереса жителей республики ЖКХ, по версии госпожи Прочаковской, вообще больше не волнует В республике никого Проблема COVID-19 тоже находится где-то внизу этого списка И Елена Анатольевна уверенно заявляет, что несмотря на уход Фейсбука и Инстаграма, представляющих некую экстремистскую организацию мета Дефицита каналов связи и населения с властью не существует То есть уход от этих мощных ресурсов никак не сказался на эффективности работы госпожи Прочаковской Потому что она, как она сказала, использует даже БСТ Представляете? Тяжелая артиллерия, БСТ пошел в ход Для того, чтобы все знали, как все хорошо, радостно и благостно в республике Башкортостан Ну, остаток доклада госпожа Прочаковская посвятила критике ямочного ремонта То есть лично министра Булушева Выглядело это, конечно, очевидно натянутым за ушем И совершенно нелепо и нелогично это все звучало То есть она с такой яростью обрушилась на работу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Что прям было понятно, что кто-то ее об этом попросил Вообще любая информация про Чаковской практически всегда выглядит, как какая-то заказуха Как какое-то намеренное искажение и подача информации в определенном ключе Я не знаю, это так она привыкла или только так умеет Вот это пока неизвестно Не перестаем напоминать вам о необходимости ставить лайки под нашим видео Если у вас есть что сказать, пишите комментарии Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал Он так и называется «Открытая политика» Довольно легко его найти в телеграме Там становится все интереснее и интереснее Потому что уже возникло достаточно бурное обсуждение Телеграм-канал это не только отражение нашего видеоканала Но там еще и много других материалов выходит в течение дня Так что присоединяйтесь, подключайтесь, будем всем рады Далее перешли к триединому вопросу Жилищное и коммунальное хозяйство, дороги и ЧАЭС И в самом начале обсуждения, до выступления Морзаева, который уже набрал воздуха в легкие Случилась такая очень забавная мизансцена И, конечно, Хабиров дословно сказал следующее Владимир Александрович, а можно вот опустить Вот сколько там этих всех Все это мы знаем А вот когда начнется вот все субботники Когда снег рыхлить будем Все уже там подтаивать Вот эти вот Можно опустить сколько там вот этих всех Это, конечно, вообще бомба И, ну, очередной перл хабировского красноречия Но Морзаев, раз уж воздуха набрал в легкие, все равно выдал заготовленный ранее доклад Сообщил о четырех отключениях ресурсов за неделю Несколько подросло это количество Сообщил о том, что они провели санитарную пятницу И только в Уфе на эту санитарную пятницу удалось загнать 41 тысячу бюджетников Выгнали этих несчастных тетенек с лопатами Рыхлить и грузить вот этот почерневший снег Морзаев заверил, что акции и субботники будут безжалостными и регулярными Слово предоставили свежерастоптанному грязными сапогами Прочаковской Министру транспорта и дорожного строительства Булушеву Александру Владимировичу Александр Владимирович сообщил, что у него все меньше и меньше показатель Аварийности и смертности на дорогах Аж на 25 жертв стало меньше За аналогичный период по сравнению с прошлым годом В ДТП людей погибло на 25 человек меньше А вот по поводу ремонта дорог Ямочного ремонта дорог Столь критикуемого госпожой Прочаковской Булушев уточнил лично для нее Что сейчас устраняются только те дефекты дорог Которые могут повлиять на безопасность дорожного движения А не всякая там фигня, которую выискивает госпожа Прочаковская В мутной воде башкирской политики Ну, очевидно, что наезд Прочаковской на Булушево Это была заказуха Очевидно даже для тех, кто не понимает, о чем идет речь Ну, ладно, посмотрим Очень забавно всегда наблюдать за вот этими вот поединками Жап и Гадюк в правительстве республики Башкортостан Так что, ну, не догоним, так хотя бы согреемся Довершил вопрос безопасности и жилищно-коммунального рая Вопрос к Маргарите Булочевой По поводу процесса возвращения наших туристов из-за рубежа На данный момент прекрасная Маргарита сообщила нам о том Что еще 172 жителя республики Башкортостан Не вернулись из-за границы Есть, конечно, ощущение того, что не все из них просто хотят это делать Но, тем не менее, Маргарита продемонстрировала нам видеокадры Из хроники БСТ О том, как счастливо и довольны вернутся тетеньки из Египта Наконец-то, значит, чтобы зажить опять в родном Башкортостане Они все благодарили нижайше дорогого Радифаритовича За то, что он предоставил им возможность вернуться Спасибо нашему руководству республики Мы очень-очень рады, что приехали наконец-то домой Рады возвращению домой Хабиров в ответ на это сообщение Булочевой Поручил особенно отслеживать судьбы туристов Оставшихся, как он сказал, без штанов и без денег Ну, логично, конечно, за туристами без штанов надо следить Особенно потому, что они могут всячески позорить родной Башкортостан В глазах международной общественности И вообще, заявил Хабиров Жителям надо внимательнее думать, прежде чем выезжать из страны Русофобия просто физически опасна Вот же, республика богатая и готовиться будем Конец цитаты Ну, опуская традиционное косноязычие Хабирова До конца непонятно все равно, что именно назвал русофобией Хабиров Ну, возможно, речь шла о том, что проклятые русофобы Требуют оплатить стоимость самолетов, которые выдали в лизинг По наивности своей нашей авиакомпании А доблестные авиакомпании-патриоты решили, в общем-то, и не платить по этому лизингу Возможно, в этом проявляется русофобия Возможно, это и есть то самое злодейство В основе которого лежат проблемы российских туристов Не знаю, в общем, Хабиров как-то загадочно высказался Четвертым вопросом оперативного совещания был действительно важный вопрос Он продолжает быть важным И это вопрос о ходе подготовки к весенним полевым работам Опять на сцену был вызван Ильшат Ильдусович Фазарахманов Министр сельского хозяйства, который сообщил нам Вкратце о том, что с 15 апреля он планирует выйти на поля 1 миллион 700 тысяч гектаров будет посевных площадей в республике Башкортостан И в контексте санкций будет увеличен посев льна, соя, кукурузы и гречихи Также на 30% будет увеличена площадь посева сахарной свеклы Однако выясняется, что в этом году переходящего запаса сахара нет Но в сезон, который грядет, Фазарахманов клянется произвести 300 тысяч тонн сахара Что составит двухгодичный запас для республики Башкортостан Но при условии невывоза сахара за пределы территории До конца непонятно, нужно ли создавать такой запас Но, как говорится, напугать Фазарахманов нас смог этими своими планами По поводу семян, потребность 285 тысяч тонн зерновых семян удовлетворена почти полностью А именно на 91%, но на 45% недостает семян кукурузы На 33% недостаточно семян подсолнечника И аж на 40% недостаточно семян, то есть самой сахарной свеклы Так что еще вопрос, удастся ли увеличить посевные площади Фазарахманова В том смысле, что сахарную свеклу посадить Однако Фазарахманов наряду с этим утверждает, что, например, семян картофеля у него 100% достаточно Ну, иншалла, как говорится И на данный момент завезено 55% необходимых удобрений Это очень важный момент, все-таки с удобрениями начинаются проблемы В том числе и у нас Однако нам все-таки в помощь то, что часть некоторых удобрений Производится на территории республики И получать мы их можем по льготным ценам Техника, сельскохозяйственная техника в регионах и районах По словам Фазарахманова, ее вполне достаточно Но есть проблемы с запчастями, особенно на иностранную технику Но действительно, иностранной техники стало много Она очень хорошая, качественная и производительная Но требует иностранных запчастей С запасом топлива для сельскохозяйственных работ не все в порядке Но оптимизм Фазарахманов не теряет На данный момент он запас только 30% необходимого топлива Всего нужно 36 тысяч тонн Посетовал Фазарахманов на то, что топливо подорожало на 8% Относительно уровня прошлого года Но еще и все поставщики и партнеры требуют стопроцентную предоплату А раньше соглашались на то, чтобы оплачивались их товары по осени Когда деньги получают уже сами аграрии В общем, конечно, будем наблюдать, что тут можно еще сказать Прогноз, прямо скажем, неутешительный, тревожный Но у нас есть оптимистический министр сельского хозяйства Посмотрим, что из этого перевесит И в какую сторону склонятся весы результатов работы господина Фазарахманова Пятым вопросом оперативного совещания был вопрос об организации внутреннего туризма В условиях санкционного давления Исполняющий обязанности председатель Госкомтуризма Республики Башкортостан Ренат Зуфарович Фадкулин сообщил нам о том, что государство предпринимает сейчас титанические усилия Для стимулирования внутреннего туризма Возвращен в практику туристический кэшбэк Это возврат 20% стоимости путевок по Российской Федерации При условии оплаты их через карту МИР и при условии выбора их в системе МИР Но не более 20 тысяч рублей В том числе это касается и детского отдыха в лагерях Эта замануха неплохо работала в прошлом году Жадность это абсолютно неисчерпаемый ресурс И люди готовы на многое, чтобы сэкономить существенные деньги Кроме всего прочего, государство ввело льготный НДС Для некоторых категорий отельеров и новых строящихся и вводимых сейчас в эксплуатацию отелей Существует и некая система грантов Хабиров, выслушав господина Фадкулина, резюмировал, что иллюзий быть не должно Будет большой наплыв туристов, видимо, в Республику Башкортостан За границу маловероятно, что кто-то поедет, заявил Хабиров Но то, что заграничный туризм в этом сезоне будет еще меньше, чем в прошлом Это, конечно, понятно А вот вырастет ли внутренний туризм И будет ли ажиотаж И будет ли вот такой вот наплыв Это еще большой вопрос Потому что я не понимаю, откуда у Хабирова ему подобным Вот эта иллюзия того, что население Российской Федерации богатеет день ото дня У него становится все больше и больше свободных денег, которые он готов истратить на отдых Я не понимаю Но это тоже может быть какой-то элемент отрыва от реальности Потому что стоимость отдыха в Республике Башкортостан зачастую превышала в былые периоды стоимость заграничного отдыха Я уж не говорю про санаторно-курортное лечение Которое у нас на территории уже вышло абсолютно на европейский уровень цены Есть номера в некоторых наших санаториях, которые стоят и 20 и 30 тысяч рублей в сутки Вот такой вот уровень цен А самые заштатные проживания в санаториях республики начинаются там от 8 тысяч в сутки Ну, то есть это, конечно, колоссальные цифры И абсолютному большинству жителей Российской Федерации такое не по карману Ну, не знаю, в общем, почему Хабиров так считает Но он уверен в том, что произойдет некий наплыв Ну, с другой стороны, как говорится, пускай было бы и так Мы не против того, чтобы к нам приехали туристы Привезли к нам деньги и, значит, наслаждались красотами родного Башкортостана Завершили оперативное совещание довольно насущным вопросом Таким, который волнует очень многих Речь шла о прогнозе уровня весеннего половодия Министр МЧС по республике Башкортостан господин Латыпов Заверил, что вверенное ему ведомство абсолютно готово к любым неожиданностям и негативным проявлениям Вырывчатка заложена, лед почернен, вертолеты заправлены А вот начальница Башгидромета Вилория Горохольская Она достаточно научно длинно рассказала нам о том, что она представляет себе поводок 2022 года Не выше, чем был уровень 2021 года и вообще в рамках обычной многолетней нормы Ну, собственно, это внушает некий оптимизм Хотя бы нас не затопит Так что, ну вот, с этим моментом можно выдохнуть и не ждать ничего такого катастрофического Субтитры создавал DimaTorzok